МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости. В студии Павел Рыжиков. Коротко о главных событиях в регионе. Попытка террористической атаки пресечена. Сегодня днем на территории Воронежской области средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений на земле нет. За четкую работу военных поблагодарил губернатор Александр Гусев и подчеркнул, что продолжает держать оперативную ситуацию на личном контроле. В половине шестого вечера в лагерь «Голубой экран», что в Воронежской Дубовке прибыла первая группа детей из Белгорода. В течение ближайших трех недель 93 ребенка с 1 по 4 класс будут отдыхать и набираться сил в столице Черноземья. Для них уже продумали интересный досуг, сформировали образовательную программу. И, конечно, разработали меню. Накрывать на столы начали еще в 5. Коронное блюдо местного шефа Елены Гунькиной – куриные котлеты. Остальное пока секрет. Жить ребята будут в двух капусах. Для них подготовлены четырехместные палаты. Рядом в двухместных разместят сопровождающих. Это педагоги, медработники, представители Белгородского Министерства образования, которые постоянно находятся на связи с родителями маленьких постояльцев «Голубого экрана». Напомню, на новогодних праздниках власти Белгородской области, где сейчас, мягко говоря, неспокойны из-за атак ВСУ, обратились с просьбой к соседним регионам помочь с вывозом детей в безопасное место. Столица Черноземья откликнулась первой. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков искренне поблагодарил своего воронежского коллегу Александра Гусева и всех, кто задействован в приеме и размещении ребят за поддержку и неравнодушие. Сейчас в лагере «Голубой экран» продолжает работать наша съемочная группа. Сюжет о первых впечатлениях маленьких гостей уже в следующем выпуске «Губернских новостей». А пока к другим темам. На остановках толпы озябших пассажиров. О маршрутке на приколе. Накануне в столице Черноземья минимум десятая часть подвижного состава просто не выехала со стоянок. Из-за сильных морозов многие автобусы не сумели завести. И хотя на улице вроде бы потеплело, легче горожанам вряд ли станет, говорят транспортники. В автоколоннах не хватает теплых боксов, на ремонтников легла повышенная нагрузка, а импортная электронная начинка маршруток от тормозов до пневмоподвесок оказалась на редкость капризной к воронежской погоде. Чтобы прогреть моторы, сейчас водители маршруток приходят на базу за несколько часов до начала смены. Вместе с ними в процессе поучаствовала наш корреспондент Мария Сивак, а заодно и услышала народное мнение о транспортной ситуации в Воронеже. Настолько капот примерз, что уже 10 минут мучаюсь, никак не закрываю. От капота до двигателя костенеет от мороза практически все. Январские холода буквально парализовали работу многих рейсовых автобусов. Несмотря на то, что сейчас заметно теплее, чем в начале рабочей недели, времени на прогрев уходит много. Даже когда за бортом всего минус 10, водители в Воронеж-пассажир транса приезжают на базу за несколько часов до начала смены. Иначе к моменту выезда автобус просто не заведется. Индикация срабатывает, что не в уровне стоит автобус, и поэтому он не может двигаться, и мы не можем ничего сделать, пока не прогреем. Это электроника, которая непредсказуема. Вячеслав Харченко водителем 8 маршрута работает уже несколько лет. Мужчина говорит, больше всего морозы повлияли на интервал движения. Для того, чтобы он увеличился в разы, достаточно не выйти в рез всего нескольким автобусам. Мы их выпустили, вроде все прогрели, а воздух перемерз, он обратно вернулся в оранж. И опять интервалы растут из-за этого. И все из-за ремонта. У Римзона мы выводим автослесарей, выводим в ночь, чтобы тоже помогали. Открываем темную Римзону, открываем, где ремонтируется автобус, и загоняем туда, там температура, ну не минус, а там плюс. Ну все автобусы мы туда поставить не можем, так как они на ремонте стоят там автобусы. И загоняем, ну от силы мы туда загоним, ну автобусов 20. Первостепенная задача слесарей – найти неполадки. Из-за мороза чаще всего выходят из строя пневмосистемы автобусов. Они влияют на работу тормозов. Немножко не хватает сил, потому что большое количество сходов за день где-то около 63-60. То есть это 60 поломок. Тяжкий труд на самом деле. Разобрать, собрать. Ну, во-первых, нужно дефектовать. Понятие, в чем неисправность. Автобусы очень сложные, высокотехнологичные. Оборудование на них иностранное. То есть начиная от пневмоподвески, ну и заканчивая системой тормозов. Мы решили провести небольшой эксперимент, дождаться 90-го маршрута, посмотреть, за сколько времени он приедет. Уже прошло 15 минут, все так и не появилось, потому что интервал движения увеличился. Уже щеки красные, нос холодный. Ну что поделать, спасаешься только физическими упражнениями. Другого выхода просто нет, иначе можно просто замерзнуть. Если для муниципального перевозчика любой невыход автобуса на линию уже мини-ЧП, то вот частники относятся к этому проще. Во вторник каждая десятая маршрутка осталась стоять на базе. В среду, когда потеплело, количество таких ждунов уменьшилось втрое. Тем временем пассажиры условно разделились на два лагеря. Те, кто жалеют водителей и входят в положение. И те, кто крайне недоволен их работой. Приходится выходить за час до того времени, когда бы мне можно было выходить, чтобы попытаться уехать. Потому что автобусы просто идут полные, даже не останавливаются. Мало того, что ты мерзнешь, а потом ты опаздываешь на работу, соответственно. Когда человек дисциплинированный, не опоздание на работу, это не совсем есть хорошо. У водителя, у человека, который исполняет свои обязанности, у него на днем куча начальства, чем виноват. Тем временем метеорологи предупреждают. Уже к концу недели в Воронеж вернутся крепкие морозы. На выходных ночью до минус 25. Так что без термобелья и очень теплой одежды пассажирам не обойтись. Ждать автобус, скорее всего, придется долго. Горячее начало дня. В 9 утра в одном из подъездов дома номер 49 по улице Кольцовская прорвало трубу. Аварию, впрочем, быстро устранили. Перекрыли батарею. На отопление в квартирах отчитались коммунальщики УК Ленинского района. Это никак не повлияет. Разве что на лестничных клетках будет холодно. А ремонт или, если понадобится замена радиатора, в самом подъезде поставлено в план работ по Кольцовской 49. Не везет и соседям пятиэтажки, жителям Смежной Сталинки. По адресу 20-летия октября 94. 3 января из-за масштабной коммунальной аварии она вместе с сотней других домов Ленинского района осталась без тепла. Несмотря на то, что порыв устранили меньше, чем за сутки, батареи в половине квартир на 20-летие октября 94, говорят люди, до сих пор холодные. При этом на жалобы жителей коммунальщики не реагируют. Есть еще одна немаловажная деталь. На первом этаже здания располагается поликлиника, в шесть кабинетов которой лучше вообще не заходить. Радиаторы ледяные. Больше всего в этой ситуации беспокоит то, что люди остались сами себе. Вот 10 дней, 10 дней. Все, ну кроме службы спасения, которая ответила на наши какие-то эти самые вопросы, никто. Я вот 8-го числа позвонил, приняли заявку, сказали будем заниматься. У вас что? Я говорю, кухня осталась. Ну, у людей квартира еще. Ой, комнаты еще не отапливаемые. Подождите. Ну вот ждем. У меня в квартире трехкомнатная квартира. Значит, в одной комнате стояк работал, и в ванной небольшая полотенце сушилка. Все. Две комнаты и кухня большие. Ледник. В поселке Петропавловка Острогожского района введен режим ЧС регионального масштаба. Такое решение принял губернатор Александр Гусев после выездного совещания на месте ЧП. Напомню, 2 января над населенным пунктом произошел нештатный сход авиаснаряда. Пострадали жилые дома, соцобъекты, административные здания. К счастью, обошлось без жертв. Восстановительные работы начались сразу же. Тогда же по решению главы региона в поселке был введен режим ЧС муниципального уровня. Сейчас статус повысили. Сделано это для того, чтобы в кратчайшие сроки завершить капремонт пострадавших домов, где это возможно. Где нет, построить новые. Причем не хуже, чем были. Жителям также компенсируют утраченные автомобили и хозпостройки. Обследование поврежденного имущества практически закончено. Все восстановительные работы будут вестись под контролем региональных властей. Танцы по-взрослому. В городском дворце культуры зимний бал для тех, кому за 50. Организаторы – серебряные волонтеры из танцевального коллектива «Ритмы планеты». Своеобразная новогодняя вечеринка собрала почти сотню пенсионеров, среди которых затесался и наш корреспондент Никита Селезнев. Гроссфаттер, Минуэт, Паланес и Ригадон. Нет, это не чародейские заклинания. Хотя сходство все-таки есть. Название бальных танцев 18 века эти опытные люди знают наизусть. К тому же могут в точности повторить движение. Организаторами этой зимней сказки для бабушек и дедушек стали их ровесники – серебряные волонтеры из коллектива «Ритмы планеты». В течение трех лет мы регулярно один раз в три месяца проводим тематические балы. Вначале проводили, конечно, внутри своего коллектива. Потом нам стали в гости приезжать Борисоглебск, Семилуки, Верхняя Хава. Коллективы, которые здесь в городском дворце культуры занимаются. И в течение уже трех лет регулярно проводим бал для детей с ОВЗ. А ведущий этого бала – это руководитель как раз вот этих деток. В этом году участие в зимнем балу впервые приняла группа слабослышащих. Занимаются они меньше года, но результат такой, будто вальсировали всю жизнь. Хореографы утверждают, что, как ни удивительно, пенсионеры с расстройством слуха зачастую танцуют лучше и ритмичнее своих сверстников. Оставшиеся четыре чувства принимают на себя функции пятого, и человек начинает слышать музыку буквально всем телом. Этот проект в Управлении социальной защиты населения Советского района возник относительно недавно, в первой половине 2023 года, примерно в апреле. И, вы знаете, с таким удовольствием ходят к нам глухонемые люди на занятия, и мы получаем необыкновенную отдачу от проведения этих занятий. Мы занимаемся с ними различного вида гимнастикой, адаптивной физкультурой, проводим с ними занятия по нейробике, а также участники коллектива «Ритма планеты» проводят танцевальные занятия с ними. Наряды участников зимнего бала – отдельная тема. К их выбору каждый подходил с особым трепетом. Кто-то купил свадебное платье. Уж очень хорошо оно гармонирует с атмосферой зала, а некоторые шили сами. У большинства дам в гардеробе по несколько вечерних нарядов. На все случаи жизни. Ценится размер, чтобы подошел, ну и чтобы красиво шло тебе. Танцы я любила с детства. Я начинала танцевать еще в детском саду, в начальной школе. Мне там все время говорили, тебе, Оля, надо поступать в хореографическое училище. Но туда меня не приняли. Поэтому я танцевала в школе. В восьмом классе к нам пришел руководитель, который занимался с нами бальными танцами. И мы выступали в парках, в санаториях, у себя в школе. По сути, нынешний бал – это генеральная репетиция перед поездкой в Москву. Коллектив серебряных волонтеров пригласили выступить на презентации Воронежской области, которая должна состояться 13 января на ВДНХ. Сколько весит бронежилет? Что едят солдаты на передовой? И как спят в окопах? На эти и другие совсем не детские вопросы на уроке мужества в Воронежской школе номер 13 постарался ответить участник специальной военной операции, рядовой одной из гвардейских десантно-штурмовых дивизий «Александр». Спрашивали ребята и про особенности российской военной техники, и про работу дронов. Особенно живо интересовались, почему Александр решил стать военным. И страшно ли во время боя? По рассказам гвардейца, ему удалось поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Но закончить, увы, не получилось. Крест на планах сделать офицерскую карьеру поставил неудачный прыжок с парашютом. Травма позвоночника, операция, а после – длительное восстановление. Но как только здоровье пошло на поправку, Александр, не раздумывая, отправился за ленточку в зону СВО. Сейчас в его дивизии уже 370 сослуживцев награждены орденами и медалями за подвиги на поле боя. До самого Александра очередь пока не дошла. Но он уже на особым счету у командования. Говорит, самое страшное на передовой – это остаться без поддержки тыла. Ведь от нее во многом зависит боевой дух подразделения. Поэтому ученики 13-й школы в конце урока мужества с большим удовольствием преподнесли гостю-десантнику дорогой подарок – новогодние письма нашим солдатам от воронежских детей. Эмоции, конечно же, только положительные остались. Дети очень добродушные, так сказать, приняли вообще беседу, очень активно участвовали в ней, задавали множество интересных вопросов. Прозвучали совсем не детские вопросы на этом уроке. Насчет, допустим, тактики, насчет дронов. Очень рад, что дети интересуются этим, потому что подрастающее поколение, чем больше будет задавать вопросов и получать на них ответов, каких-то знаний, тем лучше нам будет житься в старости, потому что у них будет много определенного опыта. Я думаю, что все то, что было, это интересно детям. Они, может быть, не умеют как-то показывать свою заинтересованность, но это все остается в памяти. Я, например, всегда, может быть, неправильно, я сравниваю с собой. Вот я, например, помню все, что было в школе, встречи какие-то там, путешествия, походы, и они запомнят. А много можно говорить, я всегда так говорю. Но вот пришел живой человек, тем более, это не старый дедушка, это пришел молодой человек, ему всего лишь 22 года. То есть для 10 класса это вообще, по сути дела, ну там несколько лет, это почти ровесник. И вот то, что он говорит, те слова, с которыми он обращается, они очень значимы. И они найдут свой отклик и в сердцах, и в душах, и в головах. В 60 жизнь только начинается. В данном случае речь о Воронежском театре юного зрителя. Там круглую дату решили отметить в нестандартном формате. Как это было, увидела наша съемочная группа. Пока за кулисами артисты активно готовятся к выходу на сцену, в фойе зрителей встречает ансамбль «Воронежские солисты». Повод более чем достойный. 60-летие Тюза. Это срок, конечно, но в основном для людей. А для театра это еще молодость. Он сильно изменился, очень сильной у нас стала труппа. Мы стали часто ездить по фестивалям. Наши спектакли попадают в лонг-лист золотой маски. И мы гордимся тем, что мы причастны к этому театральному миру, который нас признал и увидел в нас потенциал. Театр начинается не только с вешалки, но и с актеров, а если копнуть глубже – из цехов. Поэтому в этот раз решили не делать акцент на прошлом, а поразмышлять, что такое Тюз сегодня. И задаться вопросом, каким он может стать в будущем. Не хотелось это академизма, не хотелось пафоса. Хотелось как-то подобранным, по-своему это сделать. Немножко юмора, немножко рефлексии, немножко философии, немножечко воспоминаний. Плюс мечты артиста. А я веду это мероприятие, и у меня нет мечты сегодня. Моя мечта, чтобы театр юного зрителя развивался, чтобы мы росли, чтобы у нас был дружный коллектив, и чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы были крутыми и классными, и нас любили зрители. Сценаристы и ведущие вечера, актеры Николай Байбаков и Игорь Скрынников решили сделать своеобразный капустник со вставками старителлинга. В программе концертные номера и переделанные отрывки из репертуарных спектаклей. Мы приехали сюда, ну как, приехали, пришли там, халтуру отменили, детей и бабушек оставили, чтобы здесь сегодня красиво жизнь прожить. Плюс, как это назвали сами актеры, сцены исполнения желаний. Самый сильный ставят в начало. Потому что на нас держится спектакль. Да где мой хвост, в конце концов? Да что ж это такое, а? Да где? Ну, наконец-то! Артист Михаил Кривов не только показал сценку из спектакля «Алиса в стране чудес», но и сыграл ту роль, о которой мечтал всю жизнь барона Мюнхгаузена. Каждый тюзовец, по сути, универсал. Как в известной шутке, утром он может изображать первые ноги гусеницы, а вечером выходить на сцену в постановке по Островскому или Достоевскому. Даже я сама здесь на протяжении 24 лет пережила от амплуа инженюи и травести до универсальной какой-то такой актрисы. Поэтому я думаю, что каждый артист вот здесь проходит вот эту эволюцию, когда он приходит молодым, юным, играет маленьких девочек, молодых парней, а потом вырастает в героя. Мы перерождаемся здесь от детей во взрослых, при этом все равно оставимся детьми. А вот актер Сергей Смирнов вспомнил одну из своих первых ролей на этой сцене – принца в спектакле «Снежная королева», который некогда поставил Александр Латушка. Помогли в этом актрисы Анна Балицкая и Екатерина Тоборовец. Плюс со сцены звучали видеопоздравления режиссеров, создававших в тюзе свои постановки – Нины Чусовой, Александра Огарева, Анатолия Ледуховского и других. Все, кто работают с нами, это большая семья, которая и слышит друг друга, и дышит вместе, и огорчается, и радуется. Мы живем здесь, особенно в Новый год сейчас мы живем прямо здесь. И это здорово, потому что мы на одной волне, и можем друг друга подхватить в нужный момент. Для меня театр юного зрителя – это, конечно же, в первую очередь своего рода старт, точка роста и прекрасный учитель. Ну, так я скажу. Ругаемся, иногда плачем, иногда претензии друг друга подъявляем. Ну, это нормально. Но вообще, ну, конечно же, и город, и все равно театр стал родной. Два года – это огромный срок. Маленького, юного, да и вообще любого зрителя не обманешь. Поэтому ту любовь, которой здесь каждый день делятся артисты со сцены, зрители чувствуют и приходят сюда снова и снова. Мы любим «Тюз» за то, что это непередаваемые эмоции, это погружение в детство. Это вообще самый мой любимый театр Воронежа, потому что я хожу и со своими младшими детьми на детские спектакли, и со старшими дочерьми на более взрослые спектакли, а также с супругом мы с удовольствием посещаем этот театр. Взрослые спектакли, например, «Последняя жертва» – это вот наш любимый спектакль, наверное, из взрослых. И, конечно же, «Преступление и наказание». И мне очень понравился остров «Сокровищ» и до сих пор он является моим самым любимым. 60 лет – это только начало пути для большого корабля хоть и юного душой. Ведь впереди множество громких премьер, ярких ролей и интересных проектов. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова